В Забайкале только чуть более 500 автобусов различной вместимости имеют право осуществлять регулярные пассажирские перевозки, в том числе и межрайонные. Весь остальной общественный транспорт колесит по дорогам субъекта вне правового поля. При этом одна из задач регионального управления Госавтодорнадзора сделать так, чтобы первых было как можно больше, а вторых не было вовсе. О том, как задача исполняется, шла речь на сегодняшнем совещании с руководителями аналогичных управлений по Сибирскому федеральному округу. Применительно к Забайкалью, отметили участники, результативность работы довольно высокая. 27 место – это лучше, чем… это выше средние оценки. На положение в федеральном рейтинге влияют многие факторы. И эффективность проводимых проверок – один из них. Как прозвучало на совещании, в Забайкале сразу две фирмы «Муравей» и «Такси Плюс» были оштрафованы на сотни тысяч рублей за перевозку пассажиров без лицензии. Еще один немаловажный момент – число дорожно-транспортных происшествий с участием лицензированного транспорта. Такой показатель, как тяжесть последствий по результатам ДТП на лицензированном транспорте в три с половиной раза ниже, чем в целом по пассажирскому автотранспорту. В 2015 году у нас по вине водителя лицензиата произошло одно ДТП, в котором пострадало, это было ранено три человека. Не остались без внимания и вопросы состояния федеральных дорог. Ведь безопасность перевозок во многом зависит от их качества. По федеральным дорогам, конечно, я бы сказал, что дороги в вполне удовлетворительном состоянии. Тем более, что видно качественные изменения за последние годы. Допустим, дорога Чита-Забайкальская, если ее взять, то посмотрите, сколько новых участков введено уже за последние годы. И по словам замминистра, это не предел. Уже сейчас строится дорога Краснокаменск-Мациевская и подъезд к городу Нерчинску.